Вынесение приговора по этому громкому уголовному делу вышло эмоциональным. Напомню, в хищении в особо крупном размере. С завода БелАЗ обвинялась группа лиц, 9 человек. Страна защиты ходатайствовала о закрытом для видеосъемки процессе. Впрочем, страсти разгорелись еще до появления судей. Слышишь камеру, убери, б***ь! А зачем вы это? 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 Обвиняемые были категорически против телекамер. Справедливости ради суд ходатайства защиты удовлетворил. Но еще до начала заседания журналистам пришлось сдерживать натиск родственников и друзей подсудимых. Эта история началась в 2015-м, когда внутренняя инвентаризация на Жодинском автогиганте показала небольшую, на первый взгляд, недостачу. За дело взялось управление по экономическим преступлениям МВД, и объемы вскрытых хищений оказались гораздо больше — полтора миллиарда нединаминированных рублей. Дело взяли в разработку. Выяснилось, что на одном из структурных подразделений завода БелАЗ-сервис криминалом занялась группа действующих и бывших работников. Брали горе бизнесменов в октябре того же 2015-го. А кадры оперативного видео похожи на голливудский боевик. Грузовик с награбленным сопровождал, как и всегда, солидный БМВ, на котором подозреваемые уходили от погони до последнего. Даже протаранили патрульную машину. В колеса и по стеклам автомобиля группа задержания выпустила больше десяти пуль. И только тогда гонка закончилась. В грузовике нашли ворованных деталей на 600 миллионов нединаминированных рублей. Моторы, шестерни и ступицы. В материалах дела есть информация и о тайном складе, и о том, как отключали на время таких ночных спецопераций камеры слежения, и как по поддельным документам продавали детали в Россию. Роли были четко распределены, а конспирация на неплохом уровне. Переговоры строго по времени и только по рации. Одни осуществляли подготовку и погрузку запчастей, другие вывозили похищенные с охраняемой территории, третьи обеспечивали беспрепятственное и свободное перемещение груза. Была создана группа охраны, которая выставляла посты с видеонаблюдением на расстоянии до нескольких километров. Организованная группа защищалась и в суде, признал вину и сотрудничал со следствием лишь один. Он в итоге получил три года отсрочки. Остальные – охранники, мастера, слесарь сантехники, бывшие сотрудники БелАЗа, до шести лет в колонии усиленного режима. Хотя обвинение запрашивало большие сроки. Санкции статьи предусматривают до 12 лет лишения свободы. Для фигурантов по делу я запрашивал для особо, так сказать, активных, это было 8-9 лет. До сроков три года минимального возможного срока по данной санкции данной статьи. Для Черногубова, который, собственно, дал признательные показания по всем эпизодам. Кроме того, у всех осужденных конфискуют имущество, несмотря на то, что ущерб БелАЗу в размере 46 тысяч новых рублей возместили. Впрочем, изначально ущерб Жудинскому предприятию оценивали втрое больше. Но суд исключил из искового требования НДС и затраты на реализацию, которые завод включал в цену товара. А ворованные и непроданные товары, само собой, возвращены на БелАЗ. Несмотря на немаленькие сроки, обвиняемые покинули зал заседания в неплохом настроении и наверняка обжалуют приговор. На это у них есть 10 дней. Копию постановления изучит и сторона обвинения. По мнению прокуратуры, сумма денежного взыскания в пользу БелАЗа могла бы быть больше. Игорь Тур, Александр Автухов. Наши новости ОНТ.